всем привет по многочисленным просьбам немного поменял формат видео и в этот раз вместо музыки титров будет мой голос не обещаю что так будет всегда но постараюсь по мере возможности выпускать чаще видео в таком формате так сегодня у нас речь пойдет о ее величестве гравитации гравитации который не существует по мнению плосковеров не придумали несколько гипотез таких как давление эфира бесконечно ускоряющаяся земля или даже есть версия про разность плакостей другие сказки все эти гипотезы давно опровергнуты экспериментально но плоскоголовые видимо не в курсе этого и даже эксперименты подтверждающие гравитацию они продолжают отрицать согласен многие эксперименты особенно современные не очевидны и сложны для понимания но есть примитивный эксперимент кавендише который плосковера почему-то не опровергли экспериментально продолжают утверждать что это фейк да у сложен в исполнении но есть эксперименты еще проще вроде этого свинцовый шар массой полтонны приближают к грузу подвешенному на нити колбе с вакуумом как видите груз притягивается через какое-то время даже это не убедительно как считают плосковеры поэтому я решил что не нужно никаких экспериментов ведь можно просто показать применение той самой гравитации на практике так сказать народном хозяйстве так знакомьтесь гравитометр он же гравиметр не путать с прибором для измерения плотности который имеет такое же название этот прибор измеряет ускорение свободного падения с точностью до тысячных иногда и до миллионных долей зависимости от стоимости прибора как известно из официальной модели строения земли и и гравитация неоднородно где-то притяжение сильнее где-то слабее это зависит от строения земной коры в конкретном месте и это еще не учитывая разницы притяжения разных широтах но вернемся к нашему замечательному прибору он применяется геологами при гравитационной разведке с помощью него определяют небольшие гравитационные аномалии связанные с различными объектами под землей например наличие пустот типа карстовых пещер приводит к небольшому уменьшению гравитации над ними или наоборот наличие под землей залежей тяжелых пород приводит к увеличению гравитации все это с легкостью обнаруживает гравиметр после чего геологи-разведчики составляют гравитационную карту местности вот несколько таких карт для примера а это пример результатов разведки в сравнении с реальным содержанием породом поразительно не правда ли и тут плосковер возразит а то дорогой мой неразумный воскоголовый друг ни одна из ваших гипотез не может объяснить как гравиметр находит неоднородности под землей особо упоротые плосковеры даже считают что этот же самый гравиметр наоборот и доказывает опровергает теорию гравитации и они считают что гравиметр доказывает наличие эфира но это никак не объясняет то как прибор обнаруживает наличие неоднородности под землей не гипотезы эфира не ускоряющийся вверх земля и уж не тем более ваши сказки про плотность не могут объяснить работу гравиметра господа плосковеры может быть у вас есть еще одно какое-то секретное объяснение работы притяжения в целом и работы гравиметра в частности то что ребятки будут с нетерпением ждать от вас плосковеров убедительных опровержений моих слов а пока опровержений от гравиметр кладет на лопатки плоскую землю вместе со всеми ее адептами всем спасибо за просмотр всего вам доброго